привет народ продолжаю снимать свои видео сегодня на распаковке посылка из магазина spinningline.ru кастинговое удилище от фирмы аяши какое-то время назад я приобрел закрытую безинерционную катушку от фирмы абу garcia модель max stx sc10 соответственно понадобилось удилище с которым эту катушку можно было бы использовать такое удилище нашлось на сайте магазина spinningline.ru называется серия аяши сагами а модель sc662 ml моих планах было приобретение удилища длиной около двух метров и с тестом до 15 грамм соответственно это удилище чуть больше двух метров и с тестом до 14 грамм то есть половина унций унций 28 грамм вставляется в простеньком чехле самым незамысловатым черный с оранжевой лентой разделен прошит на две части оснащен обычными завязками на чехле прописаны основные характеристики удилища то есть длина его тест по леске использовать леску по разрывной нагрузкой 4 8 либров и тест по приманкам получается 1 7 до половины унций так дальше не знаю что за опус там указано произведено опусом нового фирма на российском рынке выступает как фирма аяши удилище двухчастная соответственно имеем верхнюю часть вершинку и нижнюю часть камлевую начнем рассматривать с нижней части с камлевой с рукоятки нижняя часть рукоятки бат состоит из двух частей сочетание двух материалов это смесь пробки с резиной и хорошая плотная его основная часть рукоятки также состоит из двух материалов то есть часть рукоятки из его и И часть пробки, ой, не пробки, а передней гайки из ЭВА. И спереди, видите, ограничена также деталью из смеси пробки с резиной. Также присутствуют декоративные металлические элементы. Катушка-держатель безымянный, но довольно удобный. Наклейка с логотипом фирмы присутствует. Примечательно, что имеем не просто обычный курок, но еще и вырез с оголенной частью карбоновой трубки. То есть катушка-держатель собран на карбоновой трубке. Не знаю, насколько это добавляет чувствительности, но выглядит довольно неплохо. Так, дальше имеем на голой части рукоятки, потому что рукоятка у нас разнесенная. Надпись, соответственно, логотип фирмы Аяши. Снизу написано «Японские технологии» и «Innovative Spirit» и «Дух инноваций». Ради бога, место есть, можно написать все, что угодно. Но лучше бы, наверное, сюда вынести характеристики, хотя характеристики у нас дальше и более контрастно белым прописаны. Так что бог с ним, не мешается. Так, так как катушка располагается в данном катушкодержателе сверху удилища, так же будет и с мультипликаторной катушкой, ну и, соответственно, в моем случае с закрытой безинерционной катушкой, то петля хук-кипера, то есть крепление для блесны, находится сверху удилища. Обычная провночная петелька, в принципе, самая незамысловатая, но, с другой стороны, совершенно безотказная конструкция. Так, дальше прописано название серии с Агами, модель SC66.2ML, длина, тест по леске и вес приманки рекомендуемый. Так, высококачественная кастинговая серия, продукт от, не знаю, кто такие, Opus, надо почитать потом. Так, и наклейка с рекомендацией, с напоминанием о том, что углепластик проводит электричество. Использовать грозу нельзя, но, с другой стороны, удилище не такое длинное, до каких-нибудь проводов вряд ли нам удастся дотянуться. Соответственно, выполнено в виде наклейки. Уже начало задираться, поэтому лучше, наверное, будет ее снять. Но помните, что в грозу все-таки лучше не использовать углепластиковое удилище, а то можно неприятно удивиться. Дальше. Так как удилище кастинговое рассчитано на использование закрытых безинверсионных катушек и мультипликаторов, соответственно, кольца используются невысокие, то есть на низких лапках. Нижнее кольцо выглядит следующим образом. То есть усиленное получается с двумя точками крепления. Соединение обычное получается put-in. То есть верхнее колено надевается на нижнее, то есть это не шпигот, а продолжение нижнего колена. Сам бланк не заглажен, он шершавый, а место соединения, соответственно, двух колен отполировано. Минимальные какие-то обмотки присутствуют в качестве украшения. Они либо оранжевые, либо оранжевые с серебристыми добавлениями, акцентами. Переходим к верхнему колену. Очень аккуратный и правильный тюльпанчик в противозахлёстной раме. Минимум лака. Ранинги идут четыре штуки одинаковых. Дальше еще пару колец побольше. И еще одно усиленное кольцо на двух точках крепления. Каждое кольцо оформлено аналогичным образом. Получается тонкая обмотка оранжевая и чуть потолще серебристая внутри. Выглядит очень нарядно и аккуратно. Так как на нижней части вершинки отсутствует какое-то упоминание о том, какой модели вершинка принадлежит, скорее всего, производитель не поставляет запасные вершинки для своих удилищ. Несмотря на то, что вершинка довольно тонкая, сам строй спиннинга это, скорее всего, фаст или даже экстра-фаст. То есть гнется передняя треть вершинки только. То есть спиннинг довольно жесткий. Если будете пользоваться мультипликаторной катушкой, то, я думаю, никакой проблем таким спиннингом твичить рывковые воблеры не составит. То есть мощности удилища будет достаточно в пределах теста. Мне же нужно было, пожалуй, чуть более мягкое удилище. Но нужного не нашлось. Нашлось Аяши Сагами, которое мне понравилось именно с сочетанием цветовым. Вместе с катушкой Абу Гарсие Макс СТХ СС-10. Соответственно, имеем черное-черное, серое-серое и металлические вставки, металлическая рукоятка и гайка фрикциона, не гайка, а колесо фрикциона, пожалуй, так его назвать. Выполнено в таком оранжевом металлическом цвете, что неплохо сочетается с оранжевыми частями удилища. В целом, очень приятный комплект получился, с хорошим балансом. Катушка 238 грамм весит. Соответственно, хорошо балансирует данное удилище. Но осталось еще удилище само взвесить, потому что каких-то характеристик по весу на чехле не прописано. Поэтому попробуем взвесить, если все это дело удастся угнездить на небольших весах моих. Так, не подождал. Сейчас мне сбросится. Нижнее колено весит 107,7 граммов. Добавляем к нему вершинку. Надеюсь, сейчас получится. Так. Хотелось бы обойтись без дополнительных резинок. Удовольствие найти идеальный баланс. 127 граммов. Ну, 121 грамм. Довольно немало для такого удилища, но тут достаточно мощный бланк и жесткий, поэтому запас по прочности завидный получается. Соответственно, небольшое превышение по весу, то есть хотелось бы что-то в пределах 100 грамм, вполне оправдано. То есть вместе с катушкой весом 238 грамм, не такой тяжелый комплект. Вполне нормальный для лайта или медиума лайта. И планирую я использовать, еще раз повторюсь, этот комплект с колебалками, вертушками и воблерами для равномерной проводки с тестом где-то грамм до 10. В среднем где-то там 5-7 граммов. Поэтому надеюсь, что комплект себя оправдает. Первое впечатление вполне себе положительное. Сделано удилище достаточно аккуратно, хотя в целом довольно недорогое. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok